Продолжение следует... Продолжение следует... И в конце концов истоки исторического знания, истоки исторической науки Европы, Италии, Европы 18 века уходят корнями не только в непосредственную свою предысторию, допустим, в 17 век, но и гораздо глубже. И одним из таких важнейших корней является диспут, который разгорелся между протестантскими и католическими историками после выхода в свет как раз магдебургских центурий. Название это условное. На самом деле книга носит, как и положено книге в 16 веке. Очень длинное название, экклезиастика, хистория и так далее. Для краткости ее называют магдебургские центурии. Называют так потому, что каждый том этого масштабного сочинения, а речь идет о многотомном издании инфолио, то есть фолианты, каждый том посвящен отдельному столетию в истории христианской церкви. И я до сих пор не назвал автора эти центурии, потому что авторов было много. Руководителем авторского коллектива на начальном этапе, ответственным редактором, безусловно, был Матиас Флацей Эллирик. Тут очень много условностей. Условно даже его имя. На самом деле его звали по-другому. С ним вместе работали над проектом несколько человек, которые сохранили верность проекту на всем его протяжении и другие люди, общим числом до двух десятков, другие люди, которые участвовали в проекте на различных этапах. Если в 19 веке историки, исследовавшие происхождение лютеранской и протестантской в более широком смысле исторической мысли, не имели сомнений по поводу авторства центурии, то нынешние исследователи относятся к этому вопросу гораздо более осторожно. И сейчас уже не говорится о том, что Матиас Флацей Эллирик, ответственный редактор, безусловно, несет ответственность за содержание этих томов. Вопрос сложный, постараюсь пояснить немножечко позже. Потребность в историческом сочинении, которое бы отражало лютеранский взгляд на вещи, возникла далеко не сразу после выступления Мартина Лютера и первых последующих событий. Как мы все помним, может быть, даже из курса школьной истории, поначалу события имели ярко выраженный политический характер, привлекали к участию в них и князей мира сего, и деятелей церкви. И историки вступили в этот процесс далеко не сразу. Важным этапом был, разумеется, Требентинский собор, мероприятие, проведенное католической церковью для определения курса противодействия, лютеранской, как говорили, лютеранской ереси. И вот вопрос о ереси, я коснулся его в одной из статей, которая представила вашему вниманию, но позволю себе повторить этот тезис. Вопрос о ереси оказался очень важным. Он мог стать очень болезненным для лютеран, если бы они не предприняли срочных мер по противодействию этой тенденции. Дело в том, что на Требентинском соборе и слово ереси звучало, и слово реформа уже прозвучало к началу 50-х годов. И слово это, реформа, касалось отнюдь не Лютера и не его соратников, не его единомышленников, а касалось действий самой католической церкви. То есть слово, которое на Требентинском соборе говорили про себя. Это было определенной угрозой для лютеран, для последователей Мартина Лютера, потому что если бы церковь на уровне терминологическом, католическая церковь, заявила бы о своем реформировании, то в этой идеологической борьбе пространства для маневра у лютеран было бы гораздо меньше. Ситуация была очень сложной уже в том моменте. Во-первых, умер Лютер. На похоронах Лютера его ближайший сподвижник Меланхтон сказал о том, что неплохо было бы написать историю вообще всего, ну историю всего для лютерана, это, конечно, историю церкви, изложив взгляд на вещи, свойственные последователям Лютера. Эта идея тогда прозвучала в ряду многих других тезисов. Ну, в коронах вообще принято многое говорить, и предметного значения этому проекту никто не предал. А вот в 52-м году, когда был объявлен перерыв заседания Лютеранского собора, и возникло опасение, что сейчас римская курия перейдет к наступлению, к идеологическому наступлению от мер, скажем, косметического характера, перейдет к фундированной идеологической атаке на лютеранство. Вот тут, конечно, многие лидеры лютеранства задумались практически уже об этой проблеме. Миланхтон обсуждал эту проблему со своим ближайшим окружением, он в момент жил в Виттенберге, вовлекл в обсуждение и Флация Иллирика, человека родом из Истрии, приехавшим туда из Венеции, человек космополит, хорват, итальянец по образованию, человек латинской культуры, в тот момент он даже, видимо, слабо владел немецким языком, но был уже довольно известным специалистом в ряде теологических дисциплин. Его и других людей к обсуждению вот этого сложного проекта. С течением времени довольно быстро, уже в 1553 году, судьбы будущей церковной истории обсуждаются в переписке двоих, а позже троих главных идеологов. Это Флация Иллирик, это Каспар Нитбрук, дипломат на службе Венского императора, и Юбер Ланге, французский протестант. Они все трое познакомились когда-то именно учась в Виттенберге у Миланхтона. И вот эти три очень разных человека, с очень разным образованием, очень разным прошлым, очень разной культурой, эти три человека обсуждают перспективы. Поначалу Флация Иллирик склоняется к тому, чтобы изложить всю всемирную историю подряд, все события по мере их развития и получить историю, выстроенную в нитку. Однако он встретил серьезные возражения своих оппонентов, которые говорили о том, что такой историей будет очень струнительно пользоваться, она не принесет желаемых плодов и будет тяжело восприниматься. Кроме того, события перемешаются, события же бывают разноплановые, и просто выстроить их в хронологическую последовательность этого будет недостаточно. За плечами у всех тех, кто обсуждал этот проект, была собственно только историография эпохи Возрождения, наследия, которые оставили замечательные мастера и их, может быть, менее замечательные последователи и эпигоны, предшествующие эпохи. У людей, которые писали истории, допустим, там, Арагонских королей в Неаполе или историю Медичи или других правящих дворов, у этих людей металлогические подходы были совершенно другими. История их была значительно менее комплексная, значительно менее сложная для изложения, и поэтому из этого опыта мало что могло пригодиться вот этим вот Флацу и Лирику и его товарищам. Поэтому с течением времени вырабатывается немножечко другой план работы, согласно которому в результате история оказывается разделенной на составляющие, на такие линии. И внутри каждого из томов, которые мы в результате получили вот от Флаца и его товарищей, в каждом из этих томов существует 16 глав, которые называются одинаково, которые посвящены одинаковым, одним и тем же сюжетам. И все содержание той или иной исторической эпохи сводится к этим 16 векторам. Это исключительно интересно. Дело в том, что еще, когда ничего не было написано, Флаца и Нитбрук пришли к заключению, что внутри каждого столетия имеется достаточный материал, который гарантирует возможность заполнения этих 16 позиций. То есть выполнение этой матрицы. Матрица была составлена очень интересно, наводят на размышления. Первая, самая короткая глава, так сказать, экспозиция столетия. Затем о положении и распространении церкви, о преследованиях и защите церкви, об учениях, дедоктрина одна из самых интересных, а может быть самая интересная для богословов часть этой книги. О ересях, о ритуалах и церемониях, об организации и управлении церкви и так далее и тому подобное. Причем, с точки зрения нас сегодняшних, разбивка на эти главы нелогична. Ну, например, есть отдельная глава об учениях, дедоктрина, куда помещены основные христианские авторы, признаваемые лютеранами в качестве хороших авторов, положительных авторов. И противодействующие им о ересях, это другая глава, то есть они не переписаны друг с другом, допустим. О ересях, среди которых не только общепризнанные еретики, ну, например, Арий. Вот он признавался еретиком из лютеранской и с католической точки зрения. Ну и некоторые другие. И получается, что противопоставление двух персонажей разведено по разным главам. Это довольно странно. Но это еще ладно. Существует, допустим, отдельная, десятая глава в каждом томе о биографиях епископов и богословов. Получается, что изложение богословских доктрин в четвертой главе, биографии тех же самых авторов в десятой главе. А в одиннадцатой главе о еретиках, напомню, что о ересях, это пятая глава. Двенадцатая глава о мучениках, о преследованиях церкви, третья глава. И получается вот такой вот хаос. Ну, хаос на самом деле очень легко объясняется, если мы попробуем посмотреть на это сочинение не нашими нынешними глазами, а с точки зрения необходимости, потребностей конкретной ситуации середины XVI века. Итак, лютеранам нужно написать такое сочинение, настолько фундированное и масштабное, которое бы позволило им говорить о себе не как о гетеродоксии какой-то, не как о ереси, а как о, собственно, единственной правильной церковной доктрине. Этому подчинено все. Не только такая вот структура, о которой я говорил, но и некоторые внешние моменты, которые имеют глубокое внутреннее обоснование. Например, на обложке этой книги не стоит имена того, ни одного вообще. Написано, что, я имею в виду титульный лист, на титульном листе написано, что книга создана несколькими благопристойными, добропорядочными мужами в городе Макдебург. При этом, в каждом томе, перед каждым томом существует посвящение тому или иному князю мира сего. То есть, тут опять, тоже не все так просто, я об этом тоже скажу. Существует посвящение, которое подписывают руководители проекта. И Флацей и Лирик подписывают этот проект даже после того, как он от него отошел. Его имя встречается почти до самого конца, хотя он забросил проект примерно на середину. Таким образом, эти подписи на самом-то деле имеют символическое значение. Разумеется, люди, которые там указаны, реально существовали, чаще всего принимали участие в создании данного конкретного тома, но люди выбывали из проекта. Некоторые охладевали к нему друг у других, появлялись какие-то более насущные проблемы. Одного вообще скосило, старуха с косой, и таким образом люди менялись. Но Флацей и Лирик, например, сохранял свою подпись, при том, что сам в этом проекте не участвовал. Почему, в чем здесь дело? Во-первых, вопрос об авторстве книги, о наличии фамилии автора, имени автора в 16 веке рассматривался совершенно иначе, чем он рассматривается сейчас. Лютер подписывает свои сочинения, Миланхтон обязательно подписывает свои сочинения. Тем самым они заявляют о том, что это их точка зрения. Они, разумеется, доказывают всеми силами, что эта точка зрения правильная или даже единственно правильная, но они в любом случае не пытаются ее выдать за точку зрения группы людей. Авторы Магдебургских центурий имеют другой подход. Они, как писал один, кстати говоря, мало того, что российские ученые, историк церкви из МГУ, из Московского императорского университета в самом начале 20 века профессор Лебедев писал, авторы Магдебургской центурии были все и никто в особенности. Вот буквально его цитата. Это значит, что профессор Лебедев попался на эту удочку. Он тоже понял то же самое, что должны были понять читатели-современники этой книги, что это выражение группового мнения. Классик, гораздо более близкий к нам по времени, Роже Шартье, в ряде своих статей писал о том, что разные способы изготовления и формы существования текста подразумевают разные формы пользования. Естественно, в частности, что фолианты это не книга для чтения. Фолиант это то, что должно быть для хранения информации. Это способ, которым она перевозится, которым она дарится, эта информация. Это не памфлет, с которым можно стоять на паперте или наоборот на епископской кафедре и бросать инвективы латинские в адрес своих противников. Нет, это совершенно другой текст. И вот было бы интересно когда-нибудь, кому-нибудь, у кого хватит на это времени жизни, провести анализ анонимности и неанонимности сочинений в зависимости от их формата. И, допустим, авторы расставили другие какие-то свои сочинения. То есть, возможно, было бы сравнить, так сказать, вот... Эти авторы пишут много сочинений. Подписывай. Подписывай. Можно вот эти тексты сравнить на их характеристику. Разумеется. Разумеется. Но вот очень интересно, что фолианты не подписываются, а сочинения меньшего характера подписываются. Яркий пример. В 56-м году, то есть, за три года до выхода в свет первого тома этих цитутов, в 56-м году Флацци и Лирик издают очень интересную книгу. Она называется «Каталог свидетелей истины», где он выстраивает хронологический ряд предтеч Лютера. Начиная с времен апостольских и продолжая вплоть до самого близкого к себе времени. Туда он поместил в первой редакции чуть поменьше, во второй уже перевалил за 400 персонажей. Представляете себе, 400 исторических персонажей за полторы тысячи лет, которые являются предтечами Мартина Лютера. Ну туда попали все, кто угодно. Там был Канн Великий, там был Данте, там были люди, которые ни сном, ни духом вообще, лиги не занимались. Но что-то в них можно было такое увидеть. И самое интересное, это хронологическая последовательность. Также интересно то, что Флацей это подписал. Он каталог Тестиум Веритатис, каталог свидетелей, список свидетелей истины. Сейчас ломаются копии на тему того, является ли каталог свидетелей истины подготовительным сочинением к изданию Магдебургских Центурии. Мне кажется, это немножечко схоластический вопрос, потому что понятно, если лидер авторского коллектива написал одну книгу, через три года написал вторую, он не мог не знать о первой, он не мог не принять его во внимание, не основывать свою концепцию на определенных знаниях, на определенных сведениях. Но то, что в новом сочинении совершается очень важный новаторский ход, это, конечно, тоже несомненно. Как излагать исторический материал? Как его распределить по томам? Как его расположить, как его связать? В предисловии центуриаторы пишут, что планируют написать историческое сочинение. Мы все знаем, что в ту эпоху есть большая разница между историей и анналами. Анналы рассказывают по годам, а историю, как правило, это история, которую человек прожил и описывает. Хисториару суи темпери, сколько Павел Джови писали, и многие другие авторы итальянского возрождения и неитальянского. Так вот, слово об историческом сочинении подразумевает определенную связность. И тут же говорят центуляторы, что мы не собираемся подобно Илиаде Гомера описывать события одно за другим. Что же, как же они пишут? В 16 веке на волне развития второго развития схоластической мысли появилось учение народом из Соломанки, автор его Мельчор Кано, но, видимо, это тоже гораздо более закономерное и массовое явление. Появляется учение о локусах, так называемых, о единицах, так сказать, тезисах, локусах истории, из которых собственно эта история состоит. Вот Мельчор Кано построил очень встроенную систему иерархии этих локусов. Понятное дело, что сведения взятые из священного писания побивают любое сведение взятое откуда-то еще. Если что-то другое, даже очень авторитетное противоречит священному писанию, значит, оно ложно. Здесь все очень просто, и с холастом вообще все было понятно. Локусы были выстроены, этим было пользоваться очень легко. Флацисы товарищи прекрасно знают об этой книге. Она писалась во время Триденского собора, она была закончена в 60-м, когда умер ее автор, этот Кано умер в 60-м году, она вышла в 63-м, но в любом случае знания о этой теории очевидно были доступны Флацису и его товарищам. И в конце концов они приходят к своему совершенно новому методу обработки исторического материала. Представьте себе, что 20 человек или 15 человек это те, кто сидит в Магдебурге, это пятеро руководителей инспекторос, 10 рабочих, пролетари фунстного труда, они так называются операри и историки, понимаете, они рабочие. Они собственно историки, они работают с источниками, они их обрабатывают, они создают определенные практические историки и теоретические. Руководители институтов может быть, или каких-то подразделений. Такой верховный совет этих товарищей, которых подбирали. Флацей в одном сочинении указал критерии, по которым подбирались эти люди. Так вот, инспекторос не должны были иметь исторического кругозора, они должны быть стойки в вере и уметь направлять авторские коллективы. А вот такие мелочи, как знание языков, исторической фактуры, умение работать с документами и прочее, это операрии, пусть они пашут. Есть еще люди, о большинстве которых мы ничего не знаем, мы никогда не узнаем их имени. Эти люди ездят по монастырям, по книжным собраниям, собирают книги, собирают источники, привозят их. С точки зрения латинской терминологии там еще какое-то более оскорбительное слово наверняка было, но в общем это совсем уже никто, это те, кто рискует жизнью, между прочим, прорываясь в католические монастыри обманом, разумеется, где-то подворовывая, где-то выкупая, свозя все это, сложнейшие комбинации, в какой-то момент лично флацей уезжает из Макдебурга в Регенсбург, потому что Регенсбург находится на Дуна, и ему легче получать эту информацию, книги. Живущие в Вене якобы дипломат Нитбург едет, он очень рано умер, и он не успел, он не увидел первых томов Центурии, но собрал колоссальный материал именно для первых томов. Дипломат на службе императора едет в германские государства и планирует посещение десятков, буквально десятков книжных собраний, где он работает, заказывает выписки, ему переписывают. Он сам, правда, не был в этом уличен, но некоторые другие товарищи просто вырвали страницы, вырезали. Критики Центурии и авторов этих Центурий, конечно, критики из католического лагеря, не скупились на разные эпитеты, самым мягким из которых был культер Флацианус, нож, нож Флация, который где-то вроде бы что-то порезал. Но на самом деле материальных следов сегодня о такой варварской деятельности не сохранилось, но и это даже не очень важно, потому что... А в связи, о которых вы говорите, где сохранились, что-то они ездили, и вот географии... Ну, их переписка сохранилась практически полностью. Переписка хранится в Вольфенбютеле. Вольфенбютерский государь, браушвальский государь, выкупил, я не помню, как его звали, или какой-то... Вот он в самом начале XVIII века скупил весь архив Плацей, все, что осталось после него. Архив остался, он в значительной части издан, причем в XIX веке начали его обрабатывать и издавать. Многое нашли в Вене, соответственно, архив Нитбруха и некоторых других товарищей. В других Регенсбург сейчас активно ведет поиски у себя, ну, уже, конечно, по мелочи, все крупное уже найдено. Вот. Одним словом, документов довольно много, которые свидетельствуют о этой деятельности. Черновики сохранились. Очень-очень много подготовительных материалов, конечно, есть. Так вот, ничего предосудительного с точки зрения XVI века в таком подходе к источнику не было, потому что важна только информация, важны только слова. Вот вспомним, да, даже средневековую традицию продолжать книги от библейского времени, допустим, какое-то историческое исследование со времени описанного в Евангелии, допустим. В XVIII веке Петро Джанона, который, Мария Санислава, мне знаком, не понаслышке, начал свою гражданскую историю неоплитанского проревства с именом Актавиана Августа. Какая связь неоплитанское проревство и Актавиана Августа? Да, все очень просто, потому что логика надстраивания одного знания на другое существовала даже в XVIII веке. Ну что тут говорить про век XVI? И вот одна информация может быть вытеснена, опровергнута другой информацией. Естественно, новая информация вполне в разумении авторов XVI века заменяет старого. Важнейшим достоинством Макдебургских центурий является охват всех доступных источников. Дело в том, что противник центурии, а именно римская католическая церковь не скрывала значительной части своей информации, потому что постановление церковных соборов, трибунал, инквизиции, многое другое не только было доступно, но и даже тиражировалось, распространялось всячески, и поэтому тут, в общем, протяни руку, и ты это получишь. Конечно, некоторые материалы оставались малодоступными, и эти материалы потом будут очень широко исследованы католиками, оппонентами центурии, и составят их основную силу. Но, тем не менее, количество источников в этих томах поражает. Томов вышло 13, то есть, первые 13 столетий. Первое столетие покрыто двумя томами, потому что один повествует о жизни Христа, целиком практически, основанно на Библии, а второй о всем остальном, о всем остальном первое столетие. 13 томов вышло, три последние тома, то есть, 14, 15 и 16 века, сохранились в довольно небольших конспектах и черновиках. Они как раз хранятся в Вольфенбютеле, они туда попали вообще загадочным путем, потому что последний автор, последний магиканин, Йоганн Вигант, работал в Висмаре, он жил на севере, он потом ездил, был епископом церквей на территории современной Польши и на территории современной Калининградской области. И там он продолжал свою работу уже практически один с членами своей семьи и то, что от него осталось, тем не менее, это не только чудо, это попало тоже в руки историкам и на все это очень тяжело работать, потому что, конечно, это совсем черновики. Одним словом, весь вот этот процесс работы мы можем восстановить. Начало сочинения это метод, так называемое рассуждение о методе, которое центуриаторы поместили в начало первого тома. это очень важный шаг вперед вообще в историографии. Этот шаг заключается в очевидном разрыве с предшествующей тенденцией, с предшествующей развитии историографии. Почему метод, то есть обоснование, как мы сейчас в каждом автореферации пишем, даже кандидатской диссертации, обязательно мы должны указать метод, которым мы работаем. Почему же докторский? Тем более докторский, конечно. почему тогда это было очень важным поворотом? В первую очередь потому, что рассуждение о методе церковной истории было написано до центуриаторы, но только один раз, Евсевием Кисарийским. После Евсевия Кисарийского любой другой человек, который бы взялся писать о методе, должен был бы либо согласиться с Евсевием Кисарийским, либо наоборот ему противодействовать. Невозможно представить себе такой ситуации, чтобы в средневековой церковной историографии кто-то пытался бы опровергать допустим Евсевия Кисарийского. У него рассуждение о методе это тоже начало первой книги. Центуляторы, кстати говоря, многое взяли во внешней схеме своего труда по образцу Евсевия Кисарийского. Но правда Евсевий Кисарийский делил прошлое не по векам, не по столетиям, а по императорам. И вы знаете, Центуляторов часто упрекали за то, что они разделили прошлое, нарезали его на ровные ломти, но исходя из совершенно внешнего критерия, который с историческими событиями, с исторической фактурой никак не соотносился. Но у Евсевия это тоже довольно внешний момент, хотя можно тут испорить, но все-таки дробление прошлого на эпохе по римским императорам, если исследуется прошлое церкви, оправданно не всегда. Иногда оправданно, конечно, если вещи допустим о Константине Великом, а иногда нет. Но тем не менее, последователи Евсевия, Созомин, Феодорит Кирский, Сократ Схоластик, другие последующие авторы избегают рассуждения о методе. Кто-то из них в позднеантичном духе пишет за чин своего сочинения, кто-то вообще опускает этот момент, кто-то сообщает, что он дописывает историю своего предшественника и просто добавляет на ней какие-то главы. Но методологии нет. В каталоге свидетелей истины, о котором я уже говорил, никаких рассуждений о методе тоже нет. А вот в Центуриях он есть. Это, безусловно, разрыв с предшествующей историографической традицией. Нужна была большая смелость для того, чтобы, даже пользуясь покровителем государей, местных светских государей, чтобы поднять этот вопрос и попытаться ответить на него вопрос о методе изложения, о методе работы с историческим материалом. Центурии представляют собой определенный разрыв с традицией. И первой критики Центурии, критики с католической стороны, Эйзенгрейн, Конрад Браун, потом очень интересный итальянец, он умер молодым и не успел написать того, что мог бы написать, он был такой, это все монахи, это очень интересные люди, одиночки. Эти люди упрекали Центуриаторов за разрыв с традицией и сами стремились всячески подчеркнуть свое собственное соответствие этим традициям. Но затем пришел Цезарь Бароний, который написал церковный аннал, самый масштабный католический ответ Центурия, самый мощный удар Курии по Центуриям, и этот Цезарь Бароний снова идет на разрыв с предшествующей традицией. Разрыв неподчеркиваемый, сильно непедалируемый, но и незамалчиваемый. И вот в дальнейшем католическая историография опирается на Барония на 100%. Она его уточняет, она находит у него даже фактические ошибки, она пишет дополнения, улучшения, несколько попыток продолжить сочинение Барония. Он тоже не успел, тоже не уложился. Он написал на один тон меньше, он покрыл 12 столетия, 13. Но были попытки и в дальнейшем его дописать, церковь затем перешла уже, Римская церковь перешла к другим, проектом масштабным, даже к очень масштабному проекту. И Жития святых иезуитов, потом Мобильон с его роскошными изданиями. Это все многотомные, очень серьезные, очень сложные произведения, которые опираются на Барония, конечно. Вот такой момент с разрывом. Что входит в Центурии? Какой материал входит, естественно, если речь идет о церковной истории, что не входит в Центурию? Я привел вам название некоторых глав и уверяю вас, главы создают впечатление о том, что речь идет строго, сугубо о церковных материях, а содержание книги значительно шире. Ни одно из исторических событий не отбрасывается априорно просто потому, что оно не относится к истории церкви. пример из тех материалов, которые я представлял перед сегодняшней встречей, такой. Как опровергнуть Константина в дар? Как по-новому опровергнуть Константина в дар? Как еще раз опровергнуть Константина в дар в 16 веке? Приводятся слова Евтропия, по-моему, о том, что Константин очень любил власть, он был очень хвостолюбив, поэтому, конечно, он не мог папе Сильвестру отдать власть над всей Западной Европейской империей. Понимаете, априорно сам по себе этот факт не мог быть отнесен в церковную историю. Но это ладно, очень много других событий, при том, что центуриаторы писали, что не собираются слишком много интересных фактов и всяческих любопытных фактов вставлять, поскольку они отвлекают читателей. На самом деле, там есть практически все. Мы видим различные способы обработки вот этих вот отдельных элементов исторического процесса. Локусы, как я попытался отследить эти локусы про Константина, группируются иногда очень хаотически, иногда они выстраиваются в определенный порядок, но, что интересно, подробнейшие указатели в конце каждого тома, которые мне жизнь облегчают очень сильно. Эти указатели касаются только мелких локусов и никогда не касаются крупных сюжетов, крупных документов. Многие документы, например, миланский эдикт 313 года приводится полностью в антебургских центуриях, но о нем нет ни слова в индексах. Точнее, есть отсылки к тем местам в центуриях, где этот документ всего лишь упоминается, но нет отсылки к тому месту, где он приводится. И это далеко не единичный случай, так всегда. Получается, что крупные блоки информации, крупные документы мы ищем, исходя из разбивки на 16 глав по логике, а мелкие факты, интересные факты мы ищем через индекс в конце каждого тома. Таким образом, подтверждается то, что можно сделать, то есть тот вывод, который можно сделать, прочитав Шартье. Эта книга не для чтения, это книга для подготовки проповеди, для идеологических баталий, для опровержения своих противников. Это мощный компендиум, занимающий целую полку, тот, к которому обращаются только в какие-то моменты, когда быстро надо найти какую-то информацию. Сами центуриаторы один раз оговорились забавно, они написали, что их цель, чтобы каждый имел перед глазами эту историю. Понимаете, вот выражение имел перед глазами совершенно не значит читал или читал бы. Человек должен иметь возможность обратиться. И вот представьте себе, что такой том, первый том, который долго готовился, о котором распространялись слухи. Меланхтон приревновал Флацци со страшной силой. Флацци уволил одного работника, как немецкие историки установили, за пьянство. И вот этот вот пьянчужка добрался до Виттенберга и пожаловался Меланхтону, что там якобы Флацци, а тот не то, чтобы он взял, тот выслушал информацию и очень сильно скандализировался. А потом некоторые рьяные сотоварищи Меланхтона стали выражать недовольство, что не Меланхтон сам возглавляет этот коллектив и вообще они там деньги воруют и непонятно, чем они там занимаются. Воруют, конечно, документы, коксы в масле катаются и такого вот толпы людьми разбрасываются. Ну, в общем, подняли скандал и самое главное, что рассекретили проект. Вы представляете себе, что это свора между лютеранами филиппистами. Их называли филиппистами, потому что они сторонники Филиппа Мелантона. Они сторонники компромисса с католической церковью, сторонники интерима, вот такого временного соглашения. Они могут пойти на диалог. Есть гнесио-лютеране, лютеране, которые никогда не пойдут на диалог, их идейные видят флотилии. Естественно, что, наверное, что такой проект, как всемирная история, написанный лютеранами, должен начинаться гнесио-лютеран. Но филипписты подняли очень большой скандал, очень некрасивую полемику, и в конце концов они популяризировали этот том. Они сделали ему великолепную рекламу. Представьте себе, что читатель берет в руки том, в котором на обложке не указан автор, а он знает, что Библия, которая стоит у него на полке дома, тоже автора не имеет. Потом он находит, он начинает листать книгу и тут же находит этих авторов. Он видит, что эти люди пишут о церковной истории и при этом смеют писать о методе. Он делает вывод, а что, наверное, Евсений и его последователи уже не вполне удовлетворяют нас. Уже, наверное, раз эти центурии посвящены первым столетиям, то есть тому же материалу, о котором пишет тот же Евсений, тому же материалу и при этом берется описывать их по-новому, значит, что-то происходит, значит, что-то очень важное. Понимаете, реклама была сделана этой книге исключительная. Сами центуриаторы занимались этой рекламой. Я уже должен, к сожалению, заканчивать, но это... Хорошо. Это очень интересный момент, связанный с тем, какие денежные потоки и какие тиражи. Если тираж в целом установить не представляется возможным по целому ряду причин, то мы знаем, что центуриаторы потребовали от издателя Апарина 100 экземпляров первого дома для дарения сильным мира всего. Это не автор реферат. Речь идет о вот таком вот волюме, в который входят... Я скажу, это только в первом волюме вот такое исключение. В него входят целые четыре центурии. Две по первому веку, а второй и третий. И сегодня фолио, конечно. Он очень тяжелый, здоровый. Этот том дарили первые века до Константина. Первые три столетия там мало где есть развернуться критикам искажений в церкви. Ведь помните от чего отталкивается лютеранство? От того, что церковь пройдя очень долгий путь исказила доктрина. И вот они, лютер-то именно тот человек, который сделал попытку эту доктрину вернуть к своему первозданному состоянию. Вот они должны реконструировать этот процесс. Естественно, этот процесс запускается с Константина. Поэтому по первым векам пока еще мало что есть сказать. Но тем не менее 100 экземпляров дарится. Самый красивый экземпляр был подарен городу, в котором они работали, Магдебургу. Он сгинул в войну, но его успели отснять, его успели сфотографировать по-разному. Он был очень красиво оформлен, переплетен, с личными гербами вот этих инспекторов, то есть тех людей, которые руководили авторским коллективом. Городу Магдебургу это было подарено. Все остальные экземпляры подарены частным лицам. Экземпляров первого тома в мире до сих пор несколько больше, чем других томов. И договоренность с издателем была такая, что всех остальных томов он представляет 50 авторских экземпляров. И вот все эти авторские экземпляры идут на благое дело рекламы. Они дарятся тем, кому посвящаются цитуре, а это отдельная история, долгая и интересная, о том, кому они посвящаются в разное время, разным людям и не только людям. Отдельная история о том, как издание описывается в другой, в современной литературе, как первые возражения на него католиков выходят в печати еще, когда центурии издаются. Четыре тома вышло, и уже римская курия считает необходимым ответить. очень интересные вопросы, связанные с техническим оформлением этой книги, с тем, как печаталась и как переплеталась. Писали ее где угодно. В Шотландию ездили исследователи вот эти вот чернорабочие исторической науки, ездили в Данию, ездили в другие германские земли, в Италию, разумеется, в Рим сирийском для жизни заползали. Писался текст, черновые материалы в Вене, в Регенсбурге, ну, конечно, все сводилось потом в Магдебург. В Магдебурге только первые четыре. Потом они переезжают, многие из них в Вену, потом они едут в разные другие места, и в Виттенберг, и в Висмарк, вот, в общем, их мотает по всему германскому миру, но печатается это все совсем в другом конце германская Айкумена, в Базилии. Это юго-запад, это нынешняя Швейцария, уголок между Швейцарией, Францией и Германией. Что-что? Все там в Базилии. Все, нет, все до единого. Все до единого, причем даже умер издатель. В печати, в печати у одного издателя Апарина. Он умер, и его наследники продолжали издание, но уже, конечно, очень сильно по обязанности. Они очень тяготились этим изданием. Расходный уже был. А с самого начала был очень расходный. Это тоже, у меня есть материал и на эту тему, повод порассуждать, но, наверное, я его тоже оставлю за скобками, поскольку... У вас, потому что, если еще губы про книжные книги, то есть... Ну, мне всегда есть, что рассказать про интересные книги. Одним словом, да, последнее, может быть, что я скажу, что анализ документов, в частности, сумм, которые поступают этим людям, их доходов и расходов, показывает, ни один из них не собирался с самого начала обогатиться за счет этого проекта. Люди исключительно скромные. Флацей получал ставку как университетский профессор и больше практически ничего не хотел от этого проекта. Он богат был чуть-чуть? Нет, нет, нет. Понимаете, он получал 300 гульденов в год, это очень прилично, но это стандартная ставка университетского профессора в Германии. Слейден получал, просил 300, получил 250. И, как выяснилось, Слейден никаких поясов... это делает мой коллега Доролин, который занимается германской историографией. Так вот, Слейден просил 300, получил 250, но сам не лишился ни гроша при этом. Он был вынужден сэкономить на переписчике. Была традиция, что профессор такого уровня содержит переписчика, секретаря, который ему готовит, видимо, конспекты или выписки или что-то такое. В общем, все, с чем сегодня справляется на принтер. Вот, этот человек должен был получать 50 гульденов в год. И, кстати, жить на них, я замечу. Его работа, как сейчас говорят, фулл-тайм, то есть он не может заниматься ничем еще. Один эпизод, уже поздние тома, флотилия уже не работает, виган где-то работает, на какие средства неизвестно, он не получает ни копейки. Но, один немецкий историк, он рано прекратил этим заниматься, к большому сожалению, очень талантливый немец, санец Шайбля, обнаружил письмо одного студента из Висмара другому человеку, совершенно не связанному с цитурой. Этот студент пишет, что он живет у Виганда давно, не платя ему ни копейки. И поэтому он очень занят постоянно. Что, очевидно, дает повод думать, что это и есть тот самый переписчик, на котором сэкономили 50 гульденов. В общем, вот такая вот интересная история об очень интересной книге. Ее, может быть, трудно читать, но это настроение социализма тяжело первые пять лет, потом привыкает. Вот, наверное, все. Спасибо за внимание, я готов ответить на вопросы. Илья Евгеньевич, вот такой вот интересный сюжет, да, то есть кучка сумасшедших, время от времени менявшаяся, то есть то одни побывали, другие пребывали, задумал мегапроект, который должен был стать таким вот семейшим. Да, никакого Папы Римского, которого не сказал, делайте, не было, действительно, действительно. Который непонятно, на что, непонятно, ради какой идеи, непонятно для кого, создавал фундаментальный труд для истории церкви. Я в этом замешательстве. Если после моего выступления остается непонятным для кого, Понятно для чего, что это вот некий фундаментальный труд, который содержит в себе в обобщенном виде всю историю церкви от ранних веков до 13 века, скажем, да, 14-16 в руководстве, то есть черняковые, непечатанные, понятно, то есть это обобщающий фундаментальный труд, который является основой, такой исторической основой лютеранства, да, то есть это вот такое... Безусловно, наше все. А я обращу внимание, что после выхода этой книги, после первого, ее появления первого тома, даже из лексикона католической церкви постепенно исчезает слово лютеранской ересь. Лютеранство перестает быть ересью после того, как подведен мощный исторический фундамент. Все. Кстати говоря, католическая церковь знает слово протестантство в документах Триданского собора два раза слово протестанты есть. Причем так, в закалычках. Те, которые называют себя протестантами, и те, которые называют, ну там, севокант и так далее. Вот, кви севокант протестантес. А слово лютеране это ругательное слово. Как часто бывает, это слово становится главным именованием, я думаю, что так, славянофилы, западники, большевики, меньшевики. Вот лютеране тоже это клеймо. Вот, потому что есть понятие лютеранское, лебра лютерана, это, наверное, проказа, да? Лютеранская проказа. Потом католическая церковь признает, конечно, существенности произошедшей перемены после выхода этой книги. И эта книга стоит на полках у действующих протестантов, у иерархов, если можно говорить о лютеранской церкви, экземпляр, интереснейший экземпляр, который я читал в библиотеке Академии наук в Санкт-Петербурге, подписан в собственность диакона собора регио-монтани, то есть Кёнигсберга. В Кёнигсберге товарищ в 1701 году решил поставить, что это его книжка. Понимаете? Это руководитель очевидно лютеранской общины крупного немецкого города. В общем, сейчас вопросов будет очень много, я думаю. Да, пожалуйста. потому что такой Максим, мы уже там поперёд в батьки в пекло ходили лезть. Это был интересный доклад. Представляете... Ромашев Максим, аспиралный гаот на второй год. А вы не подскажете, кем был источник ведённый научный оборот? И когда? Вы имеете в виду приборную церкви? Да. Осталось определить, что такое научный оборот и о какой науке мы ведём речь. Если это наука богословия, то он с самого начала родился в науке и никогда из неё не выходил. Очень долго, может быть, даже и по сей день ведущую роль в исследовании этого источника играют историки лютеране. Немцы... Максим Максим Мюр меня в виду историографическую традицию. То есть, кто впервые заложил основу научного исследования Магдабургской Центурии, то есть, профессионального исторического исследования. Возможно, возможно, я определю начало этого процесса христианом Бауром, немецким историком середины 19-го века. Затем был Вильгельм Прегер, который написал прекрасную двухтомную монографию и издал в Верлангене в 1859-61-м годах. Вильгельм Прегер, Флациус и Лирикс и его время, он... Ну, я не могу сказать, что он исследовал Центурии каким-то глубоким образом, но, вы знаете, он привязал Флация к Центуриям навсегда. И это навсегда кончилось уже в начале 21-го века, когда в Магдебурге в одной очень красивой и очень хорошей но, тем не менее, юбилейной публикации. Одна из статей называлась так «Йоган Вигант настоящий автор Магдебургской Центурии». Вот. Источники, сопровождавшие Центурии, начали публиковать в конце 19-го века. Продолжали последняя масштабная публикация, это, если мне не изменяет память, 1934-й год. Из Вольфенбютеля, из Вены, из Рейгенсбурга, из некоторых других источников. Издана переписка издателя Апарина в базе. Вот. Да, безусловно. Это все есть. Затем, о Центуриях довольно много литературы, но историческая литература избегает подробного анализа текста. По очень простой причине. Это очень трудно сделать. Вот. А главное, что это очень долго, ни у кого нет столько времени, чтобы ни один научный совет не одобрит такого расхода времени. Вот. Но, тем не менее, нисходит этот текст со страниц научных трудов, как нисходят и труды крупнейших оппонентов Центурии. В первую очередь, Цезарь Барони, он, конечно, один из самых почитаемых историков в католической традиции в Риме. И католическая церковь исследует тоже очень хорошо, интересно наследие этого историка. Вот так вот. Иван Никольский из Существа и Общая История. Я бы хотел такой скорее уточняющий вопрос задать. Простите сразу, что-то не пропустить, поскольку я очень не встречен. Значит, каким образом осуществлялась датировка в Центуриях? То есть вы заговорили о том, что произошел некий отход от принципов, которые существовали, допустим, Ивсей Викторийского, который действительно датировал основные события по управлению императоров. И, кстати, заодно еще я бы тоже хотел дать такой небольшой комментарий. Эта ситуация в общем-то характерна не только для личности и для всей отечественной традиции. Он как раз от нее начинает понемножку отходить, всего просто специфики вещей, о которых он писал, поскольку его история цикловная, а не императорская. Там встречаются периодические формулировки, что какие-то ключевые события произошли не в правлении императора такого-то, а при епископе. Вот, собственно, это то, что касается моего комментария. вопрос по поводу датировки. В чем заключался отход от этих принципов и каким образом события в Центуриях? Прежде всего, далеко не все события, упоминаемые в Центуриях, снабжены датой. Я думаю, что причина очень проста. Далеко не всегда Центурияторы знали, к какой дате тот или документ относится. Они причем находили огромное количество источников, но не с каждым из них они справлялись, с нашей точки зрения. Они находили редчайшие средневековые документы, иногда сочинения Алкуина, изъеденные молью, мышами и так далее. Они не умеют с этим работать, но пытаются установить что-то и элегантно обходят молчанием те даты, которые они не знают, которые не могут установить. Внутри каждого тома, внутри каждой главы выдерживается грубая хронологическая последовательность. То есть, например, если речь идет о 3 веке или о начале 4 века, о диокритяре, то понятное дело гонение на христиан, в главе гонения на христиан, то, что можно выставить по очереди, будет выставлено по очереди, хронологически. Разумеется, там, где на материале 4 века, если речь идет о том, как императоры по-разному относятся, тот же самый диокритян и после него Константин. Естественно, их отношение к христианской религии различно. Разумеется, сначала будет изложен диокритян, потом будет изложен Константин, а потом, кстати, все остальные 4 века. Но внутри них никакой последовательности чаще всего нет. Эти локусы бывают перемешаны очень причудливо. Если подняться над содержанием одной из 16 глав и попробовать ухватить весь том в целом, возникнет каша, потому что события, упоминания об этом событии, последствия этого события могут находиться в совершенно разных местах тома, в зависимости от конъюнктуры. Вот я приводил пример про Ария, про Ария написанное в одном месте, про сподвиждом Афанасия, о том, что Афанасий тоже арианин всего лишь, написан через 500 столбцов. Это вот метадулы, где они все как пишут. И раньше так писали, что они так нет, нет, дело в том, что это не для нашей критики писалось, не для того, чтобы мы их упрекали, в том, что они не выставляют события по очереди, никто не планировал это все читать подряд. Зато в индексе в конце было написано Д. Атанасию, и человек знает, что если я хочу узнать детали того, что Афанасий Голорянина, я найду это на столбце таком-то, лезет и ищет. Иногда бывало, что один и тот же кусочек, один и тот же локус в конце предыдущего столбца и начале следующего попадает в две разные ссылки. В две разные ссылки? Да, две разные ссылки. Видимо, здесь уже немецкая бедантичность сказала, что каждая информация должна присутствовать. В индексе индексы великолепны. Действительно молодцы. То есть получается, что в структурировании все шло через индексы? Да, фактически да. Сделали чуткие индексы. Понимаете, дело в том, что без этих индексов объяснить, почему книга имеет такую структуру, невозможно. Почему же метод изложения вот этой вот истории церковной был таким инновационным, новаторским? В том, что охладывалось все. Оно укладывалось в отдельные страницы вполне даже можно связано читать. Ну, этот способ изложения, да. Как не безнадо было. В том, что была попытка все уместить в один том, все расположить, исходя из конкретной надобности, и при этом... Придерживаясь хронологического принципа. Отчасти придерживаясь хронологического принципа. Но внутри отдельно глав. И при этом я забываю упомянуть важнейший момент, я думаю, всем тем, кто помнит советское прошлое, очень хорошо знаком, и им даже не нужно упоминать, о том, что все описанное в томе, разумеется, описывается с четких хронических позиций. Конечно, никаких шатаний невозможно. Ну, то нефист так узнал. Пятеро, пятеро этих инспекторов недаром ели свое хлебо, получали свои гудины. Все было очень тщательно отслежено, идеологически. Это монолит. Елена Киплянова, адренда исторических наук. У меня вопросы отчасти комментарии по поводу анонимности авторства, как раз то, что вы затронули. Моинственная слава тоже отметила это. Дело в том, что я, исходя из более знакомого английского материала 16-го и 17-го века, сказала бы, что полемика, в том числе и такая малая полемика, то есть в конфлиде, очень часто не подписывается. И объяснение там очень простое. Это угроза жизни часто и здоровью автора. или же подписывается неким псевдонимом. И вот в связи с этим как же как вы считаете, то есть я просто не очень поняла, почему не были подписаны на Туборской Центре, только оттололит действительно, что очень много авторов? Нет, нет, конечно. Были вот в ходе, помните, я говорил о скандале с филиппистами. В ходе этого скандала все имена всех авторов были обнароданы. Ну, всех на тот момент. профессор Лебедев решил, что этот авторский коллектив сохранялся стабильным и в дальнейшем, но на самом деле источник показывает, что он полностью изменился почти на 100%. Но в том-то и дело, здесь я прекрасно понимаю, что есть случаи, в которых не нужно афишировать свое имя. Во время переписки Нитбрука и Флация, Нитбрук, находящийся в Вене на очень высоком дипломатическом посту, подписывает свои письма, высылаемые просто непосредственно из императорской канцелярии, подписывает их псевдонимом, указывает другое место написания, явно неправдоподобное. Католическая Вена, понимаете, в Вене католическая церковь контролирует гораздо больше процессов, чем контролирует даже в Регенсбурге, при том, что Регенсбург город такой близко, Ингольштад, в котором у иезуитов мощный университет и так далее. Об угрозе жизни тем, кто находился в Макдебурге, речи нет. Недаром же они посвящали вторую церковь магдебургским властям, просто вот там перечислив всех важных людей. Интересность этого сюжета не в том, что имени не указывали, а в том, что оно не указывается на титульном листе, но абсолютно не скрывается в ней его. Понимаете, имена известны, они через несколько страниц в конце посвящения, имена Флаца и Вига четырех или пяти главных Респектурис есть. Остальные просто не считают нужным, что такое оперария, зачем их куда ставить. Вот, здесь в том-то и дело, что имена не скрываются и не выставляются на показ. Книга не подписана, не имеет авторства, потому что она является, претендует, на то, чтобы являться выражением коллективного, разного. Нет, гораздо больше, гораздо больше, выражением единственной правильной ветеранской точки зрения. Это, это евангелическая история церкви. Понимаете, это книга-книг, она планируется, как книга, замещающая все остальные книги. Ирина Григорьевна. Понятно. Еще у меня пара вопросов. А можно я продолжу? Тут я вопрос. Илья Генча, как вы думаете, что ж, Миланхтонов стал по главе этого мегапроекта такого, эпохального, все они его ученики, в общем-то, все птенцы гнезда, Филиппова. Миланхтонов, я думаю, что по ряду причин, и первая причина, это исключительно... То есть, он вообще эту идею имел в своей голове? То есть, эта идея, как бы... Он и знал, что передал Флацию, это такое вообще. К Флацию отношение, отношение до... Эта идея уже есть в его, как бы, трудах, она, в общем-то, почитательна. Знаете, Миланхтон идею породил. Да. Относился он к Флацию очень хорошо, по крайней мере, до конфликта 58-го года. И он способствовал тому, чтобы еще в Виттенберге Флации сделали профессором новозаветной теологии, еврейской языке. он контролировал эти люди? И так далее. Он ему покровительствовал и вообще поддерживал всячески Флации, был очень крупной фигурой. На его свадьбе гулял Лютер лично, на первой свадьбе Флации. На второй Лютер и дожил до нее, он умер в 46-м году. Но это был серьезный человек, несмотря на то, что довольно молодой, 20-го года рождения. Меланхтон не возглавил, потому что... Хотя бы номинально, все-таки авторитет был мощнейший. Во-первых, он был занят другими вещами. Номинально. Он урегулировал политические отношения между всеми протестантами, фактически. И, кроме того, Флаций сделал попытку, тоже интересный момент, сделал попытку написать эту книгу не от лица, как бы лютеран, а от лица, как бы всех не католиков. Первый итог был отправлен Кальвином. Кальвин отозвался, как об инициативе, положительно, но вообще сказал, что читать это невозможно. Понимаете? Он подошел к этому немножечко как читатель, немножечко, не поняв, наверное, замысла работы. А может быть, такая французская традиция, на которой вырос Кальвин, подразумевала немножечко другой способ экспозиции материала. Но это было очень трудно. Флаций, кстати говоря, сам писал о том, что он как-то и руководил проектом, и увиливал немножечко. От него он писал не в руку, в частности, что не может, так как не владеет и латинской стилистикой. Понимаете, человек, который не владеет немецким языком, не владеет латинскими, непонятно, каким он владеет, живя в Германии. Вот он пишет, что латинским недостаточно для того, что этим заняться. И вот надо бы еще где-нибудь 100 талеров найти, чтобы найти товарища, который бы за это взялся. И тут замечательный эпизод в стиле, наверное, научных интересов Марины Станиславовны. Нашелся товарищ, который согласился, правда, 120 талеров, но он согласился. Талер чуть меньше Гульдена, но в общем, это сопоставимая личина. Да, будет, но ему надо проверить. Он директор гимназии, Макдебулге. Ему латинский надо проверить. Ему латинский надо проверить. А как проверить латинский? Нитбрух. Я знаю. Просто. Дали ему написать ученическое сочинение, в котором он должен был продемонстрировать все свои навыки, владения латинской письмом и латинской риторикой, которая называлась просто и скромно о пользе изучения истории. Вот. То есть, еще только человек рисковал, чтобы попасть в сети Марина Станиславовна и в ее исследование по методологии 16 века. Ни сном, ни духом. Это не волноватый такой счет, это ученическое. Какой это 70? Нет, 1556 год. Он в 56-м пишет это совершенно не имеющее никакого смыслового наполнения сочинения, где он просто демонстрирует свое владение стилем, поддержали там и так далее. И все хорошо. Вот. Почему Миланфтон не стал это писать? Возможно, из-за того, что здесь требовались другие навыки. Понимаете? Это руководство коллективом, огромная черновая работа. А вот это не руководство, а просто вот свадьба генералов. Просто вот имя для того, чтобы, так сказать, авторитет. Я думаю, что после 58-го года ни о каких свадебных генералах это могло привести к колоссальной драке и к парциализации лютеранства на большое количество этих лютеранств. Потому что уже намечаются, понимаете, люди, они, они, между прочим, тоже думают о том, как будем сохранить единственное свое. Поэтому тут просто не могло быть, но надо сказать, что Миланфтон сам на конфликт не шел, в нем практически не участвовал и относился к этому проекту с должным уважением. В нем не участвовал, но вот ссора его с флацей последует позже, уже по богословским вопросам. Они все разругаются, флацей с Вигантом разругается, уедет. в 67-го это будет году, но они уже все станут старше, все доберутся веса и станут наверное свалее. В результате этого всеобщий скандал и прекращение постепенное затухание этого проекта. Вот так. А вот просто Илья хотел продолжить. У меня еще вопрос касающийся похода на концепцию исторического, потому что в своей статье «Локальный метод» указывается, что в 16 веке начинается переход, меняется отношение авторов в концепции, они берутся за все более глобальные сюжеты, как было в таком случае оценили антикварий в инстериографии, как вы соотносили его с методом авторов «Локарбургских центурии» использовали его в основном власти, потому что антикварий тоже берутся иногда за глобальность, потому что иногда с обуви локальные, очень узкие. В самом начале центуриаторы заявляют о том, что к трудам своих коллег-историков порядка с почтением будут черпать из их сочинений все, что им нужно, без особого стеснения, и без особых реверансов, но с должным почтением. заявили о том, что вся история ТДЖ компелитивная, легко просто, потому что все же, все выходят, это уже было очевидно в 16 веке, никто этого не стеснялся. Но при этом они сравнительно редко ссылаются на своих современников. Конечно, они просто их используют. Они гораздо больше любят историков-классиков. Того же самого Евсевия они постоянно упоминают, когда они рассылаются. Что касается антикваров, я думаю, что их именно не встречаются. Понимаете, встретить там я не знаю кого-то, того же Слейдана можно, но это просто очень крупная фигура, но его на антиквары никак не тянет. Это все-таки тоже глобальный сюжет, глобальная история. Они очень хорошо знают немецких авторов эпохи Возрождения, они неплохо знают итальянцев эпохи Возрождения. Цитируют их, но об отдельных древностях это требует дополнительного исследования, причем исследования сразу говорю очень трудоемкого, потому что нужно знать заранее, что данный факт мог быть взят только с данного антиквара и больше нигде. При том, что прошерстили все книжные хранилища, все библиотеки проникали куда только можно. Флаций в Регенсбурге сидит буквально на берегу реки и получает из Вены сундуки с книжками. Их везут по воде, естественно, оттуда он уже в Магдебург их каким-то образом переправляет, частично просматривает, частично отправляет назад. Нитбрук отправляет посылки с книгами, причем тоже сундуками все меряется, и оговаривает, что в случае, если что-то потеряется, ну как потом выяснилось, что он боялся, что умрел, получать это. Вот если потеряется, город ему вернет это все или нет, он требовал, чтобы ему регенсбургские власти и магдебургские власти отдельно выделили по охранной грамоте. Лена, я так понимаю, что как будут вас вот эти вот операрии тоже вот как бы вот натолкнули вас на сравнение их с антикварами уже более позднего периода, потому что аналогия, она совершенно прямая вот эта аналогия, то есть вот ранее традиция, которая позднее в Англии уже будет развита главным образом локальной историей, вот она четко совершенно фиксируется здесь, это просто видно, что это очень схожие методы локальных сюжетов становится немножечко больше, как все. Самые методы собирания, собирательства, сведения, они очень похожи. Может быть, может быть, результаты же ведь очень разные. Понимаете, с течением времени авторский коллектив сужается, финансирование сокращается. Следующий вопрос, я на языке вертелся, но какие же это нужно деньги было иметь, чтобы сундуками и ящиками и вагонами гнатьки лунги вкинули. Какие нужны были деньги? Это же какие деньги надо было иметь или какие связи, чтобы уворовать? Нет, подождите, это все-таки западная Европа, поэтому не связи, а деньги. в одном из писем то ли Флацци, вы знаете, что такое клацать гульденов? За 10 гульденов человек ехал в Париж на ужинную командировку. Это легко. То есть, таким образом, на годовую свою зарплату Флацци, если бы он не ел и не пил, и не жил, там устраивается 300 гульденов он получает с дровами в Йене, чтобы дрова на зиму ему вне этой суммы были. То есть, видимо, холодно было так. 10 гульденов поездка в Париж. Ну, 30 поездок. 30 поездок в год. Вот, что мало? Мало? Ну, блин, я не думаю, что поездка. Нет, но он берется просто в письме, он пишет, что за 10 гульденов отправляет человека на сумму в 10 гульденов, отправляет человека в Париж. Там деталей нет. И пусть себе ничего не доказывают. Вот, нет, ну, действительно, если на 300 он снимает дом, то за. А на сколько он его посылает? Ну, это неизвестно. Вот и... Ну, смотрите, человек, имеющий 85, жалуется, что не может содержать карету. Вот, то есть, цена денег-то очень велика. Понимаете? Если бы у него было 100, он бы держал карету. А 85, он на все хватает, а на карету не хватает. Он переживает. Так нет, а меценаты, спонсоры, деньги... Меценаты и спонсоры, изначально устанавливается цифра, долго обсуждаем. Гудокачевная сумма, 500 гульденов. Кто ее? Отто Генрих, Курфюртфальский, пообещал. Которое посвящение, наверняка, первое, да? Второе. Второе посвящение. Первое, понимаете, зачем посвящать книгу тому, кто уже дал денег? Ну, да, правильно. Это надо сделать потом, да. Это первое, датскому королю-христиану, а также императору Максимилиану. Извините, наследник, он еще не император, он будет императором. Это шеф Нитбрука. Это человек, с согласия которого его лучший дипломат занимается какой-то ерундой. Поэтому ему, конечно, надо его воспеть как следует. Максимилиан, он был король Баварии, там очень много, те там были определенные. Он просто еще не был императором в Священной Римской империи. А в дальнейшем, естественно, третий том это городские власти, а четвертый королевик за ведь английский. От которых денег ждали? От них ждали денег и не получали. Вот изначальный проект 500 гульдонов в год они обеспечиваются. Затем, кто обеспечивает? Вот, он-то Генрих и отчасти Максимилиан. Нитбрук дал много, Нитбрук отправлял на свои средства. Потом крупнейший и лучший собиратель материалов на первом этапе Маркус Вагнер, он, конечно, не операрий никакой, он там был губернаторист, там была еще такая градация, вот он ездил за свой счет. Вот, кроме того, люди, путешествующие по церковным надобностям, тратили, сравнительно, немного денег, они везде были накрыты столы дома, в общем, фактически. церковь приветствует своих, поддерживает своих, еще легче жить католикам. Когда Цезарь Вороний гордился тем, что он в одиночку написал 12 томов, он очень устал, по старости он уже совсем ослаб здоровьем и все надеялся, что наконец-то с него папа снимет эту необходимость писать. Цезарь Вороний это самый конец 16-го и самое начало 17-го лета. этот человек префект Ватиканской библиотеки. У него, мало того, что он на всем готовом живет, у него все привозят, ему надо никуда ехать, ему все привозят непосредственно туда. Кроме того, у него пара десятков человек, которые делают ему выписки, он не очень говорил греческий, мы ему там переводы делали и всякое другое ему поставляли, было кому работать. Вот, и при этом соображение денег совершенно иные, чем сейчас. 500 гульденов должно было хватить на зарплату, на оплату расходов всех людей, при том, что Флацей жаловался, никто не хочет работать бесплатно. Все, все очень понятно. За идею, конечно. Вот, но при этом, но при этом те, кто тратил целые рабочие деньги, кто работал постоянно, подчас получали 50 гульденов в год, вот, и вполне, вполне были. это было нормально. потом все хуже и хуже. Я говорю, Вигенд привлекал уже членов своей семьи, там, зятя своему, несчастного, очень трудолюбилого при этом, человеком. Так, значит так, изначально капиталы получили, это что, Вигену. Тираж издали. Вот вы нам сказали, что тираж, как-то, даже вот первого тома, тираж, издавался в Базле, у Аппалитна, все издавалось. Почему трудно тираж тому издать? Если у одного издателя в одном месте, в одной типографии, почему труднее тираж? Вот почему. Потому что, какую сумму, такое число не найди, оно будет неверным. Почему? Дело в том, что этот том издавался много раз. Издавался, допечатывался. Он в некоторых местах есть, то есть, первый том вышел, это, напоминаю, это три центурии, из которых первая в двух частях. Первый том вышел в 59-м году. В 60-м допечатали и поставили дату 60-й года. В некоторых исторических книгах встречается датировка, что центурии выходили с 60-го по 74-й. Можно найти с 60-го помоя, но, если не изменяет память, с 60-м томом датирован первый том в Питере в библиотеке Академии наук. Но при этом в Москве в 59-м музее. Затем издаются следующие допечатки, которые датируются в 59-м году. Допечатки часто книга оставляется в бумаге и печатается ровно столько экземпляров. Она сохраняется. Набор сохраняется полностью. Доски наборные хранятся где-то вот в этих больших складах у Абарина. Печатается книга для того, чтобы ее представить во Франковномайне на пищу ярмарку дважды в год или в Лейпциг на ярмарку. Она переплетается очень часто, исходя из потребностей данной ярмарки. То есть два раза в год франкфуртские переплетчики очень хорошо жили, но очень мало спали, потому что было очень много работы. Книги перевозились в листах, при этом в бочках. Дело в том, что бочка это идеальное такое геометрическое тело, которое с одной стороны очень прочное, а с другой стороны очень объемное. И его можно поставить на плоскую поверхность, ни шар не укатиться. Поэтому в бочку бюйна фас. Это такое понятие, туда эти листы набивались, а если фолиады переплетать в Базилии и потом везти во Франкфурт на Майне, я не помню, сколько это километров, но это прилично, примерно 200. При тогдашних дорогах везти это на телеге, понимаете, может попортиться, просто вот потянуться. И транспорта много надо, это тяжело везти. А если везти эти бочки, их переплетать, очень часто мне встречались такие экземпляры, встречаются постоянно. экземпляры датируем одним годом, переплет другим. Есть прекрасный, был прекрасный немецкий историк, зовут которого Шоттенлоя, Карл Шоттенлоя. Он умер вскоре после Второй мировой войны, но книги его потом, еще в 50-е годы, публиковали. В общем, человек, который занимался историей книги. Он отчасти коснулся Центурии когда-то, но очень интересно его произведение в целом о книжной культуре, о книгах, вот он отмечал, что конъюнктура очень меняется, что количество издательств, вот, например, в то время, когда выходят Центурии, одновременно в Германии существует 128 типографий. Они все конкурировали. Что такое Германия? Вы имеете в виду исследование? В германском мире, ну, как он говорил, там, где говорят по-немецки, это тоже считается, это очень много. У каждого издателя свое реноме, у каждого свой бизнес. Шоттмлойер отмечал и союзы между интеллектуалами, ну, как бы эпохи позднего возрождения, и денежными мешками, потому что купцы с университетами очень осторожно, денежные мешки знают, что прославить свое имя можно только, если поспонсировать какого-нибудь издателя. Если еще твое имя там где-нибудь появится, такие случаи отмечались очень часто. Для Инкунабу Шоттмлойер отметил наличие двух разных слов, и даже больше, чем двух слов, про напечатание книги и переплетение ее. То есть книга импресса и конфета и она напечатана и упакована. В 15 веке речь идет об арс импрессоне, об искусстве печатания книги. Очень важен элемент художественный. И на самом деле, если, например, вспомнить о великолепном месте в Петербурге, в публичной библиотеке, есть кабинет Фаустов, есть музей книги, где лежат книги с очень дорогими переплетами, там и софьян, и жемчуг, и парча, и все что угодно. Так вот, эти книги потом исчезают, они слишком дороги. А вы знаете, часто издатели разоряются, самые лучшие издатели вообще разоряются. Илья Евгеньевич, как я понимаю, в 16 веке вообще на самом деле издатели продавали непреплетенные книги. То есть, это уже было делать, как сказать, владельцы, покупатели, потому что он под свой вкус заказывал переплет, под свои средства. Да, такое часто было. Потому что купить в листах это было реально, а переплет это уже каждый в силу собственных возможностей. Переплет либо делался отход, либо делался купившим книг. Бывали случаи переплетения, полным-полно. Самый красивый случай это Евгений Савойский, это, правда, начало 17 века. Замечательный товарищ, дипломат, расставил во всей Европе шпионскую сеть, и обязанностью его шпионов является свозить ему книги, все, которые там продаются, интересные книжечки, чтобы ему. И однажды он посетил собственный библиотеку. В его библиотеке кто только не читал книжи. Туда практически любой интеллектуал, получив от него разрешение, мог прийти и читать книги. Сам он, будучи государственным деятелем и генералом, полководцем, к книгам относился резко пренебрежительно. Но однажды он пришел и обратил внимание, что переплеты у него все разные. Непорядок. И тогда он распорядился переплести. Нет, обоев там никаких. В лучшем случае парча и убранные шкафами книжными под потолок залы его Венского дворца. Его библиотека частная была, уступала только библиотеке самого императора Карла II и всего на чуть-чуть. Речь идет о очень дорогом собрании. Ну еще бы. Совсем... Карл VI. Да, конечно. Карл VI. Речь идет о многих тысячах томов. Так вот он приказал все тома по географии привести в зеленый, по истории в синий, чтобы было понятно, что к чему относятся. И это было сделано. Конечно, дорогие, хорошие переплеты были мгновенно найдены, но у него как полки на параде, его книги стояли на полках так, как радовали ему его глаз. Кому все понятно? Вот. Все очень хорошо, и между прочим, а почему бы и нет? Почему надо сочинять столожные карточки, а не отмечать суть книги цветом ее переплет? Вот. Так что, это немножечко разные вещи, но дорогие книжные проекты, вызывающие восхищение не только современников, но и наши, те проекты, которые выложены в музей книги в Москве, в музей книги в Петербурге, в других европейских, американских шедевры, приносят разорение очень часто. Апарин, ну, Апарин, его зовут вообще Херпст. Он однажды перевел слово осень на греческий язык и стал Апарином. Точно так же, как Шварц Эрд стал Меланхтом. Вот. Этот Апарин издал Карам на латинском языке, первый. Этот Апарин издавал труды Антолические Атласы он издавал, он издавал Витруве, он издавал Вязалия, его шедевры лежат, кстати, в частности, в музее книги. Но наверняка географов наверняка издавал. Он разовился. Он разовился, причем магдебургские центурии были одни из сильнейших ударов по нему. Дело в том, я вам говорю, что невозможно определить тираж по ряду причин, но не было ни одного государственного уютера, который посмел бы сказать, вам можно столько издать, а вот больше нельзя, Поэтому, естественно, никто это не контролировал. Но самое главное, что самим автором это уже выходило из-под их контроля. Они уже не могли... Потому что это доход приносил только издатель. Да, издатель продает эту книгу. Он должен... Там авторские денежки, ну, совсем чуть-чуть, он плачет. Привилегии тоже были на издании и продажу. Да, да, да. Привилегии тоже с привилегиями, да? Нет, да, привилегии никакой не написано, на титуле, если нет ни одной. Издатель. Вот. Но кто же возьмется за такой дорогой проект, понимаете, себе в убыток. В первом томе огромная просьба ко всем, что не надо переводить на немецкий язык, книга, естественно, объясняется на латыни, ни в коем случае не надо ее издавать, поскольку это вот это нехорошо, это воровство. А чего воровство? Просьба, что ли? Да. Просьба, что ли? Так прямо на второй странице вот и перевернуть, и вот тут такой абзац. Уже давно нам все эти привилегии, где я говорю, у нас вот это право четко совершенно, что вот этому печать, ну-ка, на такой-то срок меняется право печатать, перепечатывать, издавать, продавать, уступать свое право, да? То есть, я здесь... Я думаю, что разрыв, разрыв с Римом и разрыв с такой европейской традицией и в этом тоже появился. Нет, это европейская традиция. Нет, я имею в виду вот то, за счет чего они чувствуют на себя. рынок потребителей этой книги был очень узким, никому она была не нужна. Не скажите. Почему я вот тиражей не добиваюсь? Не скажите. Понятно, мы понимаем, кому адресовано, да? То есть, адресовано тем, кто хочет иметь под рукой фундаментальное издание по вот этому... Мы точно знаем о сотне экземпляров Дарстного первого и 50 каждого другого. И 50. Это Дарстный, так скажем. Есть еще сумма денег, которую Апарин хочет дать, он дает 100 талеров с первым томом и 50 после того, что... Нет, разумеется, с каждого тома. С том? Не с каждого земляра. А. Вышел, напечатан первый том, напечатан первый том, с тиражом, с талеров ушло. Господь с вами там... Ну да. Цена одного тома, разумеется, постоянно разная. Никто, как в советское время, на обложке цену не печатал. Вот, но... Снадоговорная. Да, снадоговорная. Но она более-менее соответствует, если в хорошем переплете, переплетенная книга, это примерно один талер. Понимаете? В общем, это выдержанность в пропорциях, хотя, разумеется, цены быстро меняются, но эта книга присутствует в большинстве крупных церквей лютеранских гернальных. Она довольно распространена. Я бы не сказал, что... Во-первых, эта книга очень востребована, конечно, ажиотаж поддерживается, проблемы постоянно решаются. И Розолиев. Понимаете, он утратил интерес к изданию, но продолжал его. А когда он умер, его наследники сочли своим долгом, продолжили работу. Но когда они, правда, получили черновики 14-го тома, который писал уже фактически Вигенд один, старенький Вигенд на севере Германии, занятый постоянно своей работой в приходе, они выразили большое сомнение о том, что он будет напечатан в свое время. Там некоторые письма, к сожалению, не могут быть датированы, поэтому не очень понятно, в какой момент они высказали это свое разочарование. Но таким образом проект на заглох. О массовых тиражах, конечно, речь тоже будет помогла. Нет, массовые, в отношении 16 века, это не массовые, в нашем понимании, да? Это то, что сейчас называется в книге торговли print-on-demand, понимаете? Вот если есть необходимость, вот эти книги нам, наверное, напечатываются, а Полину расчастлив будет напечатать. Вот там хотят задать вопрос. Ну, задай его, пожалуйста. Вопросы, выразить эту тему, если нет, в принципе, Вигенд. Спасибо. ВUSTIN, В carbon, ves Wickуди. В общем, это世но. Продолжение следует... Продолжение следует...